Доброе утро! Меня зовут Демин Илья Андреевич, я адвокат, председатель пермского филиала московской коллегии адвокатов Ульпиан, муниципальный депутат. Сегодня мы поговорим о задержке выплаты заработной платы. Начнем с того, чем грозит задержка выплаты зарплаты для работодателя. Первое. За каждый день задержки работодатель должен выплачивать работнику компенсацию. Второе. Сообщение о задержке зарплаты в трудовую инспекцию является основанием для проведения внеплановой проверки. Третье. Административная ответственность. Штраф за задержку зарплаты на организацию до 50 тысяч рублей, а должностное лицо, то есть, например, на директора, до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафы становятся больше. Четвертое. Руководитель может быть привлечен к уголовной ответственности за невыплату зарплаты более двух месяцев. Статья 145.1 УК РФ. Пятое. При задержке зарплаты больше, чем на 15 дней работник, кроме нескольких категорий, вправе переостановить работу до ее выплаты, письменно известив об этом работодателе. При этом на время приостановки работатель обязан платить работнику средний заработок, а вот работник не обязан присутствовать на рабочем месте. Моя рекомендация, если вы применяете этот способ самозащиты, то делайте это совместно с коллегами. Задержка зарплаты из-за эпидемии коронавируса влечет те же последствия. Выплата компенсации, административный штраф, переостановка работы. Примерный алгоритм для работника будет следующий. Первое. Поговорите с работодателем, выясните причины задержки. Второе. При задержке более 15 дней предложите коллегам приостановить работу. Третье. При начислении зарплаты проверьте, что работодатель заплатил вам компенсацию. Четвертое. Если работодатель не платит, то обращайтесь в государственную инспекцию труда или в прокуратуру. Только при этом надо понимать, что работодатель точно получит штраф, а ситуация у него и так может быть критической. Поэтому я не рекомендую сразу жаловаться государству. Сначала выясните все обстоятельства и приведите с работодателем переговоры. Работодателю я не рекомендую задерживать заработную плату даже на несколько дней или на несколько сотен рублей. Потому что инспекция труда в любом случае оштрафует вас даже за небольшую задержку или сумму. Причем как юридическое лицо, так и руководителя этого юридического лица, то есть, например, директора.